Привет, любки, с вами я, Лена Ангелвиль, а это в гостях у Собирателя. Рубрика, в которой мы каждый раз доказываем, что коллекционеры кукол и люди, которые их делают, обычно очень интересные и разносторонние люди. Сегодня мы в гостях у Елены Аскотской, которая расскажет вам о куклах, которые она делает сама. Так что я оставляю ее вам, я думаю, вам будет интересно. Меня зовут Елена Аскотская, я занимаюсь куклами уже 15 лет. Разрайна я почти 3 года, до этого я жила в России, в городе Уфе. Куклами я занималась сначала, ну, это все начиналось, как всегда, как хобби, как что-то такое для души. Теперь я думаю, что это уже действительно моя профессия, я уже профессиональный художник, я участвовала во многих профессиональных выставках. Делать кукол я начала, вообще говоря, с детства. В детстве я в куклы не играла, тем не менее, не любила кукол, я и любила мишек, мягких игрушек, а куклы нет. Я, в общем, родилась еще в Советском Союзе, довольно давно, и куклы были в магазине все такие интересные, штампованные. Не было никаких барби и что-то такое. Хотелось все-таки играть с какими-то взрослыми девушками, а мы были одни пупсики. И, видимо, от неудовлетворенности я решила делать куклу сама. Я не знала, как это делается, делала из папье-маше, технологию не знала, интернета не было. И так как-то кривенькие, косенькие, страшненькие делала. А потом я выросла, вышла замуж, дети, дом. В общем, я забыла про все это и начала делать кукол уже 40 лет. Я снова вернулась к этому занятию, тоже совершенно, в общем, случайно. Я обнаружила, что появился материал, о котором я мечтала в детстве, который лепится как пластилин, и можно потом с ним сделать какую-то манипуляцию, в данном случае запечь в духовке. При совершенно доступной температуре 130 градусов, это не керамика для специальной печи. Это материал называется запекаемый пластик. И я стала делать из этого материала кукол. Тоже я не знала сначала ни технологий, ничего. Начала я, в общем, даже не с людей. Начала я с обезьянок. Это был год обезьяны как раз, и я озаботилась подарками. Решила делать каких-то маленьких обезьянок с самого года. Вечерка, ручки я любила, а туловище делала из меха. У меня было много кусочков норки. Моя подруга шила шарики, мне отдавала мне кусочки. И, в общем, мои обезьянки имели успех. Я их сдала в магазин, их очень быстро скупили. И как-то мне стало, в общем, интересно. Потом случайно получилось одно лицо, похожее причем на мою родственницу. Я ее доделала, раз похожее получилось, ее доделала. И как-то вот пошло, стали мне заказывать люди другие кукол больше таких портретных. У меня в основном заказывают кукол по фотографии портретные. Это хороший подарок для людей, у которых все есть, которым не знают, что дарить. Вот, да, это такие вот подарки. Я училась сама. Когда долго смотришь, стараешься сделать похожесть, смотришь на фотографии лица. Класс, профиль. То это учит. Да, я теперь научилась видеть лица, понимать анатомию, хотя я не училась этому совсем. Я не знаю, какие мышцы, где расположены и как называются. Я просто чувствую, я вижу, что это правильно или неправильно. Карочка – это портретные куклы. Я их не сделала буквально позавчера. Это подруга моей дочки, которая живет в Москве, она выходит замуж. Ну, вот в таком виде, что они с карты куда-то путешествуют. Это девушка. В общем, у меня было несколько задач с этой куклой. Во-первых, она большая. Самая большая кукла из тех, что я делала. Во-вторых, мне захотелось сделать ее несколько такой шарнирной. То есть у нее двигается голова. Здесь у нее текстильный шарнир. Хотелось сделать такую вот подвижную куклу. И навеяло мне леонардовские, ну, какими-то картинами. Леонардо да Винчис или Кови. Кто захотел, я такая красивая, утонченная. Но в то же время очень мне нравится одна английская актриса с очень длинным носом, но она очень красивая лично. Вот я с нее лепила. И вот было интересно. У меня очень много всякой бижутерии. Мне тут в Израиле отдали. Я была волонтером в Доме престарелых. Мы с ними делали куколки. И они там мне в благодарность отдали кучу всяких тряпочек, кучу всяких... В общем, что они хранили там годами. Ну, как-то же надо это применить. В общем, я как-то лет пять назад прекратила считать, сколько я сделала кукол. Сначала я считала. И вот лет пять назад я так насчитала около 200 портретных кукол. Это были только портретные. Ну, и причем куклы портретные, они не всегда получаются с первого раза. Бывает, что их переделываешь, голову делаешь вообще заново. И у меня дома скопился мешочек такой, невостребованных голов. Мечта моя была встретить какого-то похожего человека. И она, наверное, интересна. Головы какие-то, которые у меня не получились. И сделать куклу. Но не удалось. Все люди разные. Иногда я их приспосабливаю, делаю какую-то совершенно другую куклу, если это мне подходит по образу. А в общем, у меня лежит мешочек такой голов, который у меня не получился. То есть это дело тоже нелегкое. Ну и, конечно, я делаю кукол, таких, которых просит моя душа Бог. Какие-то образы. Может быть, я увидела какую-то картину. Или нашла какую-то тряпочку интересную. Или предмет. Вот как, например, я переехала, когда я в Израиль. Решила сделать что-то на еврейскую тему. И на пешпешиме нашла вот этот вот инструмент. Это виолончель или что-нибудь. Я решила, что я сделаю такую еврейскую музыканту. Я очень люблю покупать. Хожу на блошинные рынки. Покупаю там какие-то маленькие кукольного размера вещички, которые потом я где-то использую. И уже довольно давно, лет пять назад, я начала вести занятия. Потому что как-то появилась востребованность в этом. Я учу людей делать кукол. Сейчас у меня уже достаточно в этом опыта. Ко мне приходят люди, совершенно не художники. Вообще не умеют рисовать. Никогда в руках не решала. Ну, просто хотят что-то сделать. Первое наше занятие начинается вот с такого маленького ангелочка. Он получается абсолютно у всех. Они получаются, конечно, все совершенно разные. В том и прелесть, что невозможность делать две одинаковых. Это самая простая вещь. Потом мы немножко усложняем все. На втором занятии мы делаем только побегу. Тут немножко усложнение лицо, руки, ножки. И на третьем занятии мы делаем маленькую домобилку. Здесь повторение пройденного лицо, пальчики, ногти. Минимальное внимание на шитье, максимальное внимание на лепку. А потом мы начинаем. Я прошу занятия уже следующее. Придумать у человека какой-то образ. Есть такой способ. Можно лепить, что получится. Но я предпочитаю, чтобы человек понимал, что он лепит. И придумал какую-то, может быть, историю про куклу. Характер. Что она будет делать руками. В конце концов, в кукле самое главное – это настроение. Не столько даже правильность, анатомические какие-то вещи. Или что-то еще. Главное, какие эмоции она вызывает. В клубе «Магин» сейчас идет выставка юбилейная. Значит, это наша вторая выставка нашего кружка в Харьковской авторской куклы. После года занятий мы выставляем кукол. Как бы отчетная такая выставка нашего кружка. Все ученики выставляют своих кукол, что они за годы делали. И очень благодарна за предоставленную возможность клуб «Магин». Очень замечательный клуб. С ее хозяйкой Рахель Спектр. Которая сама тоже делает кукол. Очень любит их. Наш кружок в июне отметил свою двухлетие здесь в излайне. Вот такое вот видео у нас получилось. Безумно интересные, вдохновляющие работы. Спасибо Елене за то, что она меня пригласила на этот канал. Подписывайтесь, если вам понравилось это видео. А также, если вам интересно посмотреть больше работ Елены. Или научиться делать кукол самим вместе с ней. То все ссылки на ее социальные сети я оставляю вам внизу в описании. Так что советую всем зайти и посмотреть. Ну а на этот раз мы с вами встречаемся. И увидимся очень скоро в новых видео. Пока-пока.